На встречу с героем. Сотрудники Ивановского управления Росгвардии вместе с волонтерами Победы спешат поздравить ветерана Великой Отечественной. Вячеслав Иванович гостей встречает при полном параде. И прямо с порога первым поздравляет с наступающим праздником. Желаю вам успехов, чтобы быть гордейцем. Вот у меня уже есть, дай бог и нам такие нет. Бойцы Росгвардии в гостях у Вячеслава Ивановича оказались не случайно. Ведь он, их коллега, больше 30 лет отдал службе Родине. Эти ветераны, они наши, они и общие. Тем более, данный товарищ полковник служил вместе с нами в наших рядах, где начинал службу и уже и заканчивал. Поэтому, где, конечно, не хочется забывать и напомнить всем, что у нас есть такие еще люди, что нужно на таких людей равняться. В ряды Красной Армии Вячеслава Павлова призвали в 43-м году. Тогда ему было всего 17. Служил радистом в 265-м минометном гвардейском полку. Будучи еще совсем мальчишкой, он сполна испытал все тяготы военной службы. То того не хватало, то этого, то кухня-то стало. То воды нет. Весло уже пили. Все равно мы попали в такой разгар, что немцы оборонялись хорошо, конечно. Радист Павлов прошел дорогами войны от Варшавы до Берлина. Ветеран и сейчас, спустя 73 года, помнит, как узнал о победе над фашистской Германией. Этими воспоминаниями он щедро делится с новыми поколениями бойцов. С теми, кому повезло служить своей родине в новое мирное время. Сидел в окопе. Трубка. Значит, у меня всегда. Иногда мы вешали его на голову, чтобы иногда взрывнешь, вот ночью, допустим, держусь. Трубка висит. А тут слышишь, когда звонок, значит, раз, и поднимаешь. И анекдот мне травит дружок. Герк Шмелев Иванович. Вот. Он служил поваром у нас на полевой кухне. Вот. Ну, я не скажу, это анекдот немножко хулиганский. Ну, в общем, сказал, что Берлин накрыт. Я говорю, да. И все. Значит, ну, тут, конечно, радость. И все. И сразу заглохла, значит, артиллерийская. Ну, любая канонада. Вячеслав Павлов награжден медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. Но, наверное, главная награда ветерана – то, что удалось пройти через этот ад. Выжить, стать сильнее и даже сохранить оптимизм. А победили. Русские не сдаются. Росгвардейцы признаются. Накануне 9 мая всегда так. Приходишь, чтобы сделать подарок ветерану, но получаешь от этого визита гораздо больше. Воспоминания великого поколения и бесконечное чувство благодарности. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.